К 2022 году Денисову пещеру на Алтае планируют включить в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом на встрече с журналистами заявил в Рио начальника Алтая охранкультуры Александр Урбах. Если все получится как задумано, то Денисова пещера станет первым чисто археологическим объектом ЮНЕСКО в России. Предполагается, что это серьезно повысит статус памятника, привлечет новых, в том числе иностранных, туристов и, возможно, получит и дополнительное финансирование. А вот у другого печально известного памятника истории культуры Барнаула конторы, купца Морозова, судьба не столь завидна. Год назад деревянное здание сгорело дотла и до сих пор не восстановлено. Александр Урбах уверяет, Алтая охранкультура со своей стороны сделала все, чтобы помочь нынешним собственникам найти инвесторов и привлечь 30 миллионов на реставрационные работы. Но процесс с мертвой точки так и не сдвинулся. По неизвестным ему причинам стороны до сих пор не договорились. Они должны нам или начать работы по проектированию, или начать работы по реставрации, какие-то действия по объекту. На сегодня никаких действий нет и все документы, которые административно мы направили, они не работают. Поэтому мы, ну сколько, наверное, две недели назад, может больше, оформили пакет документов и отправили в суд. Впрочем, отметил Урбах, возможно, история конторы Морозова, как и другого исчезающего объекта культурного наследия, бывшего Кожевинного завода, пойдет по бийскому сценарию. Там некоторые владельцы памятников, после того, как поняли, что восстановить здание им не по силам, бесплатно возвращали их государству. Кстати, определилась и судьба еще одного барнаульского памятника – трибун бывшего стадиона «Локомотив». Их, по словам Урбаха, планируют реконструировать, а строительство пройдет рядом. Редактор субтитров А.Семкин